Брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко считался одним из самых крепких среди знаменитостей. Супруги оставались вместе, несмотря на все потрясения и слухи о разводе. Но после 33 лет совместной жизни они всё же расстались. Евгений Петросян теперь с удовольствием делится подробностями своей личной жизни, а вот Елена Степаненко предпочитает не слишком откровенничать и лишь по загадочной улыбке на её лице можно понять – после развода она вовсе не придаётся тоски. В 68 лет жизнь только начинается. Елена Степаненко доказала это собственным примером. Она сбросила 42 килограмма и, по слухам, завела роман с молодым. Как живёт 68-летняя Елена Степаненко после развода с Петросяном и как она преобразилась за столь короткое время? Юмористка почти всегда заканчивает свои выступления фразой «Женщина должна быть красивой, любимой и счастливой, а больше она никому ничего не должна». Когда же ей задают вопрос, о бывшем муже, она лишь говорит о том, что желает ему здоровья, счастья, добра и радости, и исполнения всего задуманного. А у неё теперь совсем другая жизнь. Их считали одной из самых крепких и гармоничных пар отечественного шоу-бизнеса. Евгений Петросян и Елена Степаненко прожили вместе, не давая никому повода усомниться в своих чувствах. Они неизменно были рядом – дома, на работе, во время выхода в свет. У них нет совместных детей. Артисты никогда не называли причину, почему у них так и не родился ребёнок. Что же стало причиной распада семейного и творческого союза? Начиная с 2015 года стали появляться новости о разногласиях между юмористами. Супруги во время концертных выступлений жили в разных номерах и практически не проводили времени вместе, за исключением совместных спектаклей. В отдельных источниках были слухи, что пара прекратила своё существование ещё в 2008 году, когда Петросяна уличили в романе с администратором собственного театра Татьяной Подольской. Однако отношения не продлились долго, а Елена не была готова отказаться от статуса супруги. Кроме того, с Евгением Петросяном у неё было много общего. И вот в 2018 году появились достоверные сведения о разводе пары. Степаненко аргументировала решение о разводе информацией о романе Петросяна с личной ассистенткой Татьяной Брухуновой. Новая избранница комика моложе его больше, чем на 40 лет. Между бывшими супругами продолжаются жёсткие судебные разбирательства по поводу раздела имущества. Экс-супруга Петросяна отказалась от половины совместно нажитых вещей в пульсу 80% всего имущества. Сообщалось, что Степаненко не пускала комика в квартиру, чтобы он не мог забрать раритетные ценности. Однако сама артистка опровергла эти слухи и сказала, что никогда не препятствовала бывшему мужу в посещении жилища. Артисты вынуждены разделить 12 квартир, загородный особняк в Подмосковье площадью 380 квадратных метров, 5 парковочных мест в Зачатьевском переулке Москвы, суммарная стоимость которых составляет 20 миллионов рублей, коллекцию картин, антиквариата, старинных книг и икон, юридические права на совместные концертные программы. В сети интернет обсуждаются подробности громкого бракоразводного процесса, но актриса по-прежнему хранит молчание. Она просто работает, колесит по стране с гастролями и с удовольствием принимает предложения о выступлениях. Жизнь 76-летнего Евгения Петросяна после развода бьет ключом. Юморист не только женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой, которая младше его на 44 года, но еще и стал отцом очаровательного малыша по имени Ваган. Конечно, Елене Степаненко на любовном фронте за экс-супругом не угнаться, однако ее жизнь после громкого расставания тоже изменилась. Записывать новые номера с бывшим мужем она не планирует, хотя и говорит о том, что давно и за все его простила. И отпустила в новую жизнь, где у него молодая жена, маленький сын и много планов. Она искренне желает бывшему супругу всего самого наилучшего и всегда в церкви молится за его здравие. Но так ли это, мы не знаем. Она достойно пережила развод, и всем женщинам, оказавшимся в подобной ситуации, советуют собрать в один пакетик весь несправедливый негатив, тщательно завязать и отнести в чулан, предоставив право оппонентам самим разбираться со всем, что им интересно. По ее мнению, в болото не надо вступать, его лучше обойти стороной. Сейчас в различных источниках часто появляются слухи, что звезда шоу-бизнеса живет с новым любовником. Поговаривают, что у нее есть поклонник в лице Игоря Христенко. Однако представитель телеведущей и артистки опроверг эту информацию, аргументируя тем, что Степаненко поглощена работой на телевидении и не думает о личной жизни. Кроме того, звезда считает, что церковное венчание является важным таинством, которое человек может проходить только раз в жизни. А поскольку ее не развенчали с Евгением Петросяном, разговоров о новом браке пока идти не может. После развода Елена Степаненко буквально шокировала зрителей своим преображением. Вместо зрелой и располневшей дамы, перед камерами с удовольствием позировала моложавая, элегантная женщина в безупречных нарядах, с ярким макияжем и неизменной улыбкой на лице. Как утверждает сама артистка, до похудения ее вес составлял 110 кг при росте 168 см. Теперь же она весит всего 68 кг. Чтобы достичь таких результатов, Елене потребовалось больше года. При этом она не применяла какие-либо строгие диеты. Ключевой секрет в борьбе с избыточной массой тела от Степаненко заключается в следующем. Одна порция еды должна помещаться в ладошку, а частота приемов пищи составляет 5-6 раз в сутки. Правда, худеть она начала еще до того, как бывший уже супруг заговорил о разводе. В какой-то момент Елена поняла, ее совершенно перестало устраивать отражение в зеркале, да к тому же лишние килограммы создавали дополнительную нагрузку. Теперь из ее гардероба исчезли мешковатые бесформенные наряды, на смену которым пришли платья и костюмы, подчеркивающие фигуру. А выглядит актриса гораздо моложе, чем 10 лет назад. Многие поклонники Степаненко отмечают, она выглядит ничуть не хуже молодой жены Евгения Петросяна. Кажется, после развода Елена Степаненко была намерена начать жизнь с чистого листа, но с поправкой на опыт. По сути, у нее не было никакого выбора, а о предстоящем разводе она узнала буквально среди ночи, когда встала выпить воды. В 5 утра Елена Степаненко должна была лететь на гастроли в Сибирь, поэтому, выслушав супруга, она пообещала подумать и утром молча улетела. Естественно, удерживать Евгения Петросяна она вовсе не собиралась. Недавно Евгений Ваганович впервые за долгое время разоткровенничался по поводу своего развода и признался, что ему жаль было прерывать сотрудничество с теперь уже бывшей женой. «Дуэт у нас получился, и мне его искренне жаль, я хотел бы его сохранить», – уверял юморист. Он также рассказал, что не вырезает из своих программ номера Степаненко. «Более того, я включаю ее в свои программы, потому что считаю, что зритель не должен страдать из-за того, что у нас разрыв. Если мы уже сняли номер, продюсер потратил средства свои, приобретал этот номер, снимал его. А новые мы не снимаем», – откровенничал Петросян. А вот Елене оплакивать разрушенный дуэт некогда. На канале «Россия-1» она появилась в новом проекте имени себя – шоу Елены Степаненко. Гостями ее программы стали многие известные люди – Мария Аронова, Татьяна Васильева, Ефим Шифрин, Анна Семенович, Олеся Железняк и другие. Увы, не это, не колкие шутки, которые юмористка периодически отпускала в адрес бывшего супруга и его молодой жены, не помогли проекту, и проект закрыли из-за низких рейтингов. Позднее вместе с Кареном Аванесяном она стала командовать парадом юмора, который выходит по воскресеньям. До появления на свет сына Вагана у Евгения Петросяна был всего один ребенок – дочь Викторина, которая родилась в его первом браке. Мама девочки погибла в автомобильной катастрофе, поэтому ее воспитанием занималась именно Елена. Как ни странно, отношения мачехи и наследницы юмориста гораздо лучше, чем отношения родных отца и дочери. Когда произошел развод, Викторина приняла сторону Степаненко, чем, кажется, расстроила Евгения Вагановича. Старшей дочери уже 55 лет, она тетка взрослая. Поздравила с рождением сына? Конечно. Я вру. Нет, мы не общаемся. Встретятся ли дети? Ну не знаю, не хотел бы. Рассказывал юморист в интервью. Елена признается, она очень счастливый человек. У нее есть друзья и близкие люди, с которыми ей интересно общаться, предаваться воспоминаниям или строить совместные планы. Есть любимая работа и есть дочь, принявшая во время развода ее сторону. Елена называет Викторину своей дочкой. Викторина постоянно живет в Нью-Йорке, но часто навещает Елену Григорьевну в Москве. Свой день рождения артистка отмечает с дочкой и подругами. У них настолько прекрасные отношения, что после развода падчерица встала на сторону Елены и перестала общаться с отцом. Викторина даже хотела забрать Елену Степаненко к себе в США, но та отказалась. «Нет, я в Америку не поеду никогда. Я живу здесь, в России. Это моя родина», – говорит юмористка. А вот все свое недвижимое имущество и многомиллионное финансовое состояние Степаненко завещала именно падчерице. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!